На тихом кладбище на окраине города группа обеспокоенных граждан получила сообщение о мумии собаки с восемью беспомощными щенками. Ведомые своим состраданием, они отправились на помощь этим застрявшим существам. По прибытии на кладбище их встретило трогательное зрелище. Собака-мумия, которую они позже назвали Мэдисон, осторожно подталкивала своих щенков к группе, ища помощи. Команда была тронута непоколебимой любовью матери и ее решимостью обеспечить безопасность своих малышей. Потрясенная и опечаленная ужасным состоянием собак, команда быстро приступила к действиям. С благословения Мэдисон они тщательно собрали каждого крошечного щенка, убедившись, что он в безопасности. Мать с благодарностью в глазах наблюдала, как эти добросердечные незнакомцы заботятся о ее драгоценных детях. Решив дать Мэдисон и ее щенкам шанс на лучшую жизнь, команда предоставила им еду, воду и теплое место для отдыха. Шли дни, и Мэдисон и ее щенки процветали под их опекой, становясь сильнее и здоровее с каждым мгновением. Сообщество сплотилось вокруг этого благородного дела, и каждый щенок нашел спонсора, который был готов поддержать его благополучие. От Стампи и Миикоко до Мэг, Боба, Фендера, Брайана, Сида и Уинстона каждому щенку было дано имя и ангел-хранитель, который должен был заботиться о них. Мэдисон, когда-то испуганная и одинокая мать, теперь купалась в любви и внимании, которыми она и ее драгоценные щенки осыпались. Их история стойкости и надежда распространилась далеко и широко, вдохновляя других предлагать помощь и поддержку нуждающимся животным. И когда солнце село над кладбищем, отбрасывая теплый свет на Мэдисон и ее восьмерых щенков, стало совершенно ясно одно – материнская любовь действительно сияет сквозь всю печаль, принося свет и радость даже в самые темные места.